Как вы полагаете, вот эта катастрофа самолета, Пригожинского самолета, она могла быть случайностью? Случайностью нет. Давайте говорить о том, что это, на мой взгляд, инсценировка событий. Я объясню, почему. Пригожин человек, повернутый на вопрос о безопасности, не случайно одновременно в воздухе находилось два борта, принадлежащие Пригожину. То есть стопроцентная гарантия, что на разбившемся самолете был именно Пригожин, нет. И никто ее сдать не может. А, то есть он летел как бы с два самолета, как дублер, никто не мог знать, в каком именно самолете. Каким именно, но эта тактика применяется и при перемещении автомобилями. Создаются два автомобиля дублера с одинаковыми номерами. Это норма и правила поведения охраняемого объекта. Это говорит опять-таки о возможностях, привоженных как финансовых, так и соответственно решения вопросов личной безопасности. Это раз поняли. То есть, еще раз подтверждаю, факт регистрации не подтверждает факт присутствия на борту. Второе заявление официальное о том, что опознали Пригожина в морге и Уткина по татуировкам, вызывает как минимум массу вопросов. Дело в том, что на месте катастрофы были найдены фрагменты тел, очень обгоревшие. Поэтому идентифицировать Уткина по наколкам, ну это, вы знаете, весьма проблематично. Поэтому, соответственно, стоит вопрос ДНК анализа останков. А это время. Несмотря на то, что это время и нет стопроцентной гарантии, появляется фактически некролог в исполнении российского диктатора, где он высказывает соболезнования. Вот это мне очень понравилось. А теперь давайте дальше с вами анализировать те события, которые происходили в тот день. Мы уже сказали, два борта, останки. И вот теперь основной и очень интересный момент. Первое сообщение о том, что борт принадлежит Пригожину. Первый источник информации Ксения Собченко. Ксения, которую только ленивый, не связывают с российскими спецслужбами. До этого в российских СМИ появлялась информация о том, что разбившийся борт – это военный борт. И здесь появляется поинформированная Ксения Собчак, которая сообщает подробности происшествия. А вторым первоисточником, который говорит о том, что на борту был Пригожин и он погиб, – это коллаборант Рога. Опять-таки человек, тесно сотрудничающий с российскими спецслужбами. То есть идет два вброса информации людьми, не то что аффилированными, но, скажем так, непосредственно имеющими отношение к российским спецслужбам. Если сформируется определенная повестка дня изначально, значит это кому-то надо. Дальше. По поводу тел найденных. А вот здесь начинается самое интересное. Российские СМИ, первоначальная информация – 7 тел найденных, потом 8 тел. А потом появляется информация через несколько часов, когда уже, скажем так, были в общем пользовании списки непосредственно лиц, находившихся на борту. Появляется информация, что все-таки 10 тел, но одно тело без головы. Такой себе всадник без головы, которого идентифицировать практически невозможно. А лицо еще одного найденного обезображено настолько, что внешняя идентификация так аналогично невозможна. То есть возникает вопрос, а был ли мальчик по классику? Откуда взялось два дополнительных тела? И почему их не нашли сразу? Это раз. И это два, это три сразу. И переходим к основному. Основное начинается в разногласии по поводу характера сбития самолета. Версия об использовании зенитно-ракетного комплекса сразу отбрасывается. Первоначально появилось сообщение, более того, даже фото, которое подтверждает элементы поражения, возможно использование эстриска. То есть, ну, это аж ракнель, которая пробила бортовую обшивку. А потом вдруг версия меняется на то, что была взрывчатка. Но тут одно не учли. На борту, кроме Уткина и Пригожина, было третье лицо, так называемый серый кардинал ЧВК Вагнер, который специализируется на вопросах именно безопасности, а не только логистики. Еще одно не учли, когда продвигали версию о минировании. То, что самолет проверялся даже с собаками на момент наличия взрывных веществ. Причем это подтверждают люди, приближенные к Пригожину. И тут начинается катавасия с этой взрывчаткой. Взрывчатка была расположена в шасси. Потом шасси меняют на американский холодильник, который заказал Пригожин, и который сгорел, и который ударился. Опять не прошла версия. Появляется третья версия. Непосредственно перед вылетом принесли ящик дорогого вина. Но люди абсолютно, наверное, не понимают, что Пригожин – это человек обеспеченный. И просто повестись на ящик дорогого вина, он вряд ли бы в качестве подарка, ну, скажем так, не проверив содержимое, вряд ли бы мог. Но кому-то очень нужно было провести параллель между взрывом военкора татарского. Вы помните, ему вручили бюстик со взрывчаткой. И, соответственно, аналогичная ситуация с ящиком вина для Пригожина. Опять версия, ну, скажем так, была поддана критике. И знаете, какая версия? Оказывается, потенциальные покупатели данного самолета, который был выставлен как лот, непосредственно перед вылетом были на борту. И тут самое удивительное, что на борту они были у одного был с собой только телефон, а у второго – дамская сумочка. Ну, либо сумочка с размером, знаете, в армейский рюкзак, в котором поместилась взрывчатка, либо, похоже, знает, тут опять-таки полет фантазии россиян весьма далек. Но я уже пять версий минирования, ну, как минимум проанализировал. Они отличаются кардинально. То есть, о чем идет речь? Не могут прийти к основному, что послужило причиной именно авиакатастрофы. А основное очень занимательно. По состоянию на 25 число не найдены бортовые самописы, так называемые черные ящики. Ну, нет. А они физически не существуют? Этот же самолет оснащен был? Ну, конечно, но любой самолет оснащен бортовыми самописами. То есть, вы полагаете, что они были украдены с места аварии? Я полагаю, что следует жить, как говорится. Помните эту песню? Да. Они куда-то таинственно исчезли, чтобы не было целостной картины, соответственно, на месте происшествия. Вот это самое интересное. Но и на этом не останавливаются. Оказывается, второй борт Привожинский. Он двигается, но он уже сел в Баку. Ну, это, как говорится, это предыстория. А вишенка на тортик? Объясните мне, и может телезрители объяснят, в чем смысл устранения Привожина, если за неделю до его возможной физической ликвидации. Предприятие, принадлежащее Привожину, лично принимает участие в госстендерах на закупку продовольствия для учреждений дошкольного и школьного образования Московской области. Миллиардные суммы. Как это коррелируется с информацией иностранных разведок и полезных идиотов в виде хороших русских, которые заполонили эфир. Отставные КГБшники, ветераны внешней разведки, которые рассказывали нам о том, что у ЧВК Вагнер проблема с финансированием. Да нет проблем. Опять допустили к госбюджету на миллиарды рублей. Объясните, зачем подрывать человека, если ему дают возможность участия в тендере. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok